Продолжение следует... ...с нескольких сторон. И первая, самая, наверное, значимая сторона – это есть ли у ребенка сопутствующие заболевания и есть ли лекарственные назначения. Это то, чем необходимо разобраться однозначно перед тем, как перейти уже к каким-то поведенческим способам налаживания сна или психологическим способам налаживания сна. То есть то, что предшествует однозначно всегда. Нужно понять, есть ли у ребенка проблемы со здоровьем. Что это может быть? Это может быть проблемы, например, вообще в принципе нарушения сна. Чаще всего, как мы можем определить это, например, такой экстремально короткий сон в сутки. То есть если посмотреть, сколько ребенок спит часов в сутки, несколько дней подряд, например, с неделю, то мы увидим, что это экстремально мало, например, с 4 часа. И нет такого, что он, например, добирает этот сон днем, и у него все-таки в принципе, ну где-то складывается там адекватное по возрасту количество сна. То есть если его мало, то вряд ли это можно решить способами поведенческой коррекции. Соответственно, нам нужно уже пойти к специалисту, к неврологу или к специалисту, который занимается проблемами сна, это сомнолог. У нас вот, например, в Новосибирске есть такие специалисты, прям там целое подразделение в институте физиологии. То есть нужно обратиться к тем, что именно занимается проблемами сна, такого плана, когда они не связаны с привычками, скажем, сна, да, забегая немножко вперед. Все хорошо видно и слышно. Спасибо большое вам, Татьяна. Дело в том, что, соответственно, еще какие могут быть сложности? К примеру, проблемы с пищеварением, пищевые аллергии, непереносимости и так далее. Известный момент, что наш ЖКТ, весь вот этот желудочно-кишечный тракт приходит вообще в некоторое движение, в некоторую определенную активность в ночное время. Ну, к примеру, печень часто бывает, реагирует, так сказать, начинает активно активизироваться в ней процессы в районе 3-4 часов утра. Вот такой момент. Но это больше все-таки не ко мне, конечно, а к гастроэнтерологу. Это я знаю именно по консультациям гастроэнтеролога. И, соответственно, можно отметить, что, к примеру, прозабуждения в такое время могут быть вызваны тем, что приходят органы в активность. И, соответственно, если с ними есть какие-то сложности, то человек может просыпаться. Поэтому непереносимости, аллергии, если у ребенка, например, нерегулярный стул и так далее, это необходимо перед тем, как налаживать сон, все-таки порешать, чтобы убрать эту причину пробуждений. Есть, бывает, что ребенку назначено какое-то лекарственное сопровождение. Соответственно, необходимо получить консультацию у врача, могут ли лекарства способствовать тому, что у ребенка, например, пробуждение, или, например, он долго не спит, или мало спит, или часто, например, просыпается и так далее. То есть, необходимо и этот момент тоже учесть. Если вы более-менее уверены все-таки в том, что все в порядке, здоровье хорошее, у ребенка все нормально, то мы можем приступить к тому, чтобы начать исследовать, а как же ребенок спит. То есть, рассматривать уже сон не с точки зрения конкретной физиологии, а с точки зрения поведения. Что это значит? С точки зрения поведения мы можем рассматривать несколько таких аспектов, и как можно вообще поисследовать сон с точки зрения поведения. Самый лучший способ, и самый достаточно простой, который можно сделать уже сейчас дома, это заполнить дневник сна. Дневник сна заполняется в течение 7 дней, а можно и больше. Для того, чтобы проследить, именно понять общую закономерность того, как ребенок спит, нужно выбрать время, когда не предвидятся какие-то поездки, ночевки, переезды, уезды, то есть какое-то обычное время. Как обычно складывается день. Взять, не знаю, распечатать себе табличку, в которой будут несколько колонок, начинающиеся даты и время, то есть время разных таких моментов, которые будут учитываться в дневнике. Важный первый момент, это когда ребенок начал готовиться ко сну. То есть, когда вы начинаете ему как-то говорить, ну все, давай пойдем спать, давай там то-то, то-то, переодеваться, чистить зубы и так далее. Вот это начало, начало вот этой подготовки необходимо отметить, поставить время. Второй момент, нужно зафиксировать время, когда ребенок лег в постель. Все, он уже в горизонтальном положении, и соответственно мы пишем. Такое-то время. Следующее время, когда ребенок уснул. Здесь нужно отметить именно момент, когда все, вот глаза закрылись, засопел. Обязательно нужно отметить, если есть у ребенка особые условия для того, чтобы он заснул. Какие особые условия? Засыпание, ой, засыпание, извините, пожалуйста, укачивание. Укачивание. Например, не знаю, там нужно похлопать ребенка, например, таким образом, например, засыпает на руках, или, например, засыпает, обнявшись с какой-то любимой игрушкой, или еще что-то. То есть, какие-то специфические условия для засыпания. Если это засыпание, когда мама, например, лежит рядом, и ребенок, например, гладит ее по волосам, это тоже особые условия для засыпания. Если он, например, засыпает в родительской кровати, а потом его перекладывают, это тоже особые условия для засыпания. Не особые условия, это когда ребенок лег в постели, заснул. Это без всяких условий. То есть, сам может сам лечь, расслабиться и заснуть. Если вы каким-то образом сопровождаете этот процесс засыпания, то, пожалуйста, вот нам помечают, что при открытом окне ребенок засыпает. Ага, да. Если при открытом окне, это любопытно, я сейчас поговорю немножко побольше про особые условия, чуть позже. Итак, фиксируется время пробуждения ночью. Если просыпался, зачем просыпался, сколько времени бодрствовал, чего делал, зачем это вообще ему, почему и так далее. Ну, то есть, что хотел, что просил и так далее. То есть, во всем-то и в принципе, еще можно, конечно, отметить, какое участие вы в этом принимаете. Если ребенок бодрствовал, лежал в костели, там что-то болтал сам с собой, это одно дело. И другое дело, если он требует вашего участия к нему, тоже можно это отметить. И количество пробуждений, и длительность этого пробуждений отмечается. В следующий момент мы отмечаем время окончательного пробуждения, когда с утра он все уже встал, все, мы, собственно говоря, пишем это время. Если есть дневной сон, пожалуйста, отметьте его. Итак, вот мы заполнили вот такой дневник. И что дальше, в общем-то, собственно говоря? Дальше нам уже необходимо провести некоторый анализ, то есть понять, а вообще что, как выглядит сон. Вообще, для чего этот дневник заполняется? Это на самом деле для того, чтобы сделать информацию о том, как ребенок спит, более объективной. У нас тут занятие по соседству, такой колокольчик замечательный. Вообще, ну, я надеюсь, что он не перебивает меня настолько, что не слышно. Вот, и суть в том, что у нас получается, что мы... Дело в том, что так как, когда ребенок, например, не спит или плохо засыпает, в общем-то, в эту сложность, вот ребенка, вовлечена чаще всего вся семья. И сон – это то, что просто, на самом деле, бывает, выматывает родителей, и они могут немножечко перестают адекватно даже оценить, потому что сказать, ну, у нас вообще никогда не спит. Это, на самом деле, не очень-то реально выглядит. Поэтому для того, чтобы сделать более объективными данные, да, то есть понимать вообще, как, при каких условиях, сколько времени он действительно засыпает и так далее, нам нужно вот собрать информацию. И я могу сказать, что когда мы, например, начинаем работать с проблемами сна, мы всегда просим родителей заполнить этот дневник, его вместе тогда в таком случае просматриваем, анализируем. Мой просыпается, будучи, что 3-4 часа бывает, требует внимания. Угу, да. Итак, соответственно, вы тогда можете провести, что поддаётся вообще анализу, то есть какие-то аналогии, да, должны пройти. Итак, первый момент – это сколько времени длится подготовка ко сну. Вы знаете, бывает, что мы начинаем готовить ребёнка ко сну, не знаю, в 8 вечера, мы начинаем говорить, ну всё, детка, пора спать уже, давай собираться, тут игрушки, то-то, то-то, и это так вот длится, 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 и доходит до, не знаю, до 11 вечера. Всё, мы готовимся ко сну, всё это время вот долго-долго-долго. Бывает, что, наоборот, ребёнок начинает пытаться оттягивать это время, так он, например, просит или там ещё минуточку, пожалуйста, эта минуточка переливается в полчасика, а где там полчасика, там и полтора часика, ну и так далее. То есть это может быть время очень достаточно растянутое. Надо сказать, что, конечно же, если вы отмечаете такую сложность, что долго-долго-долго вы уговариваете и укладываете, важно вот этот ритуал сократить до получаса и сделать его изо дня в день одинаковым. Это очень сильно повлияет на то, как организм ребёнка настраивается, в общем-то, на сон. Если он привык настраиваться, раскачиваться весь день, не знаете, с утра уже начали ко сну в следующем готовиться, то, конечно, собственно говоря, так и будет происходить. Здесь немножечко можно сделать по-другому, сделать рутину перед сном чёткую и последовательную, одну и ту же. То есть всегда следует одна и та же, скажем, очерёдность, да, выполнение действий перед сном. Ну, например, поменял одежду на пижаму, почистил зубы, послушал сказку, сказал пока-пока заснул. То есть это должно умещаться где-то приблизительно в полчаса, а не больше. Это вот будет очень чётко прослеживать и очень настраивать ребёнка и его организм на сон. Вообще, если порассуждать немножечко ещё про физиологию, дело в том, что есть гормон мелатонин, который влияет на наш, она вообще регулирует, да, сон в водорослении, помогает нам настроиться на сон, и, собственно говоря, он возникает при наступлении темноты и так далее. Но ещё один момент. Бывает, в разных источниках пишут о том, что есть определённое время, когда мелатонина, например, в организме больше. Однако тут не исключена индивидуальность. Если, например, ребёнок укладывается спать, то есть засыпает в 12, например, ночи, то мелатонин начинает вырабатываться где-то за 2 часа до этих 12 часов. Хотя мы можем, например, в источниках некоторых посмотреть, что обычно там в 7 вечера и так далее. На самом деле здесь он начинает вырабатываться приблизительно за 2 часа до того времени, когда реально человек засыпает. Это важно учесть, и, соответственно, за 2 часа до того, как он реально засыпает, важно убрать активности, убрать за 4 часа приблизительно сахар, кофеин, меньше сладкого. Это тоже важно, это в том числе важно для пищеварения. Как я уже говорила, это влияет на то, чтобы у нас спокойно наш сон. Соответственно, за диетой тоже есть смысл последить. И, соответственно, мы где-то за 2 часа убираем вот эти активности, способствуем тому, чтобы мелатонин начал постепенно в нашем организме накапливаться. И где-то за 30 минут до времени, когда ребёнок засыпает, вы начинаете делать ритуал. Бывает, по моему опыту, бывает так, что если родителю удается начать вот этот точный, чёткий план действия, то есть именно ритуал сна наладить, то это уже даёт свои плоды. Уже даёт свои плоды, уменьшает количество времени, когда ребёнок проводит время в кровати, но без сна. Знаете, когда положил ребёнка, ещё полтора часа беседовали с ним, да, то есть как бы там книжки читали или что там, и просто уговаривали, давай засыпай там и так далее. То есть чёткий вот этот ритуал сна, бывает, способствует уже даже, даже пока ещё, вроде бы, ничего не начали, на самом деле ещё пока ничего не начали. Ритуал, с ритуалом посмотрели, если есть эти сложности, то, пожалуйста, начните с этим работать. Ещё один момент такой, достаточно частая сложность, с которой сталкиваются родители, как я сейчас только что говорила, что засыпает, укладывается где-то часа полтора, то есть он уже лёг, но, например, вынуждает родителя присутствовать при его засыпании, там, например, с ним вместе лежать, подолгу, это изматывающе, это действительно приводит к тому, что мама переживает, папа переживает и так далее, потому что это время, когда он, например, сам хотел поспать или хотел бы заняться чем-то своим, а ему приходится проводить время, укладывая ребёнка. Здесь можно, конечно, двояко на это посмотреть. Первый момент, бывает, что есть у родителя такие ожидания от того, что ребёнок, ну, скажем, условно, должен, например, засыпать в 21.00, к примеру, или он чувствует, что это было бы хорошо, это было бы удачное время, но если вы посмотрите в этот дневник, вы сразу увидите, а в какое время действительно засыпает ребёнок, в какое время, ну, может быть, он засыпает в 11, и он просто тогда в таком случае, он просто, ну, не может заснуть в 9, это совершенно выглядит нереально. И получается, что 2 часа уходит просто на то, что родители тратят достаточно много сил и энергии на то, чтобы его попробовать всё-таки убедить, что засыпать нужно раньше. Но наш сон – это такая, так сказать, неподвластная особо вот нашему, скажем, интеллектуальному какому-то влиянию, да, то есть как-то мы не можем это мышлением сказать, но всё, важно засыпать 21.00. Даже взрослые люди сталкиваются с тем, что это достаточно сложно свой организм переубедить засыпать раньше. Поэтому, если с этим есть сложности, то налаживать режим сна нужно с того времени, когда ребёнок в большинстве случаев засыпает, понимаете? И посмотреть, вот, к примеру, если ребёнок ложится спать где-то в 12, такое может быть, может случиться, его в силу каких-то обстоятельств, его привычка сложилась так, что он засыпает в 12.00. Можно посмотреть, сколько времени, количество сна, которое требуется ему за сутки. Опять же, у нас есть дневник, мы это высчитали, вычли там те время пробуждения, которые, если они есть, и так далее. Общее количество сна посмотрели, вот, в сутки, к примеру, если ребёнок спит, к примеру, 10 часов, то, по идее, он, например, в 12 лёг, в 10 в 100. Опять же, здесь такой момент бывает, что хочется сразу как-то эти 10 часов переместить на то, чтобы, например, он засыпал в 10 вечера или что-то такого плана. На самом деле, проще, зачастую проще сделать так, чтобы сдвигать время засыпания и пробуждения, начиная, например, с получаса. К примеру, вы передвинули ритуал сна, который уже перед этим хорошо прошли с ребёнком, вы передвинули его на полчаса раньше, то есть, вы положили его, например, в 11.30, при этом позаботившись о том, чтобы ребёнок устал за день, ну, например, физически измотали его, да, чтобы повысить вероятность того, что он всё-таки заснёт. К примеру, это про позднее укладывание, да, вопрос мы сейчас разбираем такой. И, соответственно, получается, что вы, например, на полчаса раньше начали укладывать, соответственно, вам нужно будить на полчаса раньше, да, ведь? И сохранять это количество сна, не давать ребёнку досыпать это время где-то, добирать часы, потому что сейчас вы, например, начали планомерно менять время засыпания. И если у вас в течение трёх, например, четырёх дней удаётся, и ребёнок реально засыпает в 11.30, ну, там, плюс-минус 5 минут, не будем уж так прямо чётко совершенно, то, соответственно, вы можете ещё сдвинуть время, ещё сдвинуть и переместить уже то, к тому приблизительное время, как, собственно говоря, у вас, какое принято в семье, потому что ребёнку важно следовать тем правилам, которые есть в семье. Есть теми, кстати говоря, которые поздно ложатся спать, и тут, в принципе, особо ничего не попишешь, у ребёнок следует тому, что принято. Тоже важно учесть, на мой взгляд, внутрисемейные отношения. Вот. И, соответственно, таким образом можно как-то подвигать и посмотреть. Но если у вас есть задачи, например, по приучению к самостоятельному засыпанию, сейчас мы немножечко позже перейдём к этому, то одновременно, например, выбирать задачи самостоятельно засыпать и двигать время не стоит, нужно выбрать что-то одно, то есть то, что вы будете... Один... за один раз нужно делать один шаг, в общем, да, со сном тоже так же. В этом дневнике вы увидите, зачем просыпается ребёнок. Мы сейчас, вот я вверху... Ой, извините, я видела, что... Бывает, что дети просыпаются, как правило, я бы сказала, здесь именно мой просыпатель будет, что 3-4 часа, и бывает требует внимания. Но, скажем, условно, бывает, что ребёнок просыпается чаще всего по двум причинам. Первая причина – это то, что ребёнок приходит в постель, например, к родителям из своей кровати. Так, извините, вопрос читаю. Что делать, если ребёнок просыпается в среди ночи, даже если устал в течение дня? Вот сейчас мы начнём про это говорить, а вы мне, может быть, зададите более конкретный вопрос. Вот. То есть получается, что бывает так, что, например, самая частая сложность – это в том, что ребёнок не умеет засыпать самостоятельно. Сейчас я вам расскажу такой интересный момент, что в физиологии сна устроено так, что есть фазы сна, это всем достаточно известный факт, а между этими фазами есть маленькая такая промежуточная. Вот. И в эту промежуточную фазу обычно человек не просыпается, но он начинает так вот специальным образом шевелиться, поправлять одеяло, поправлять подушку, укладываться. Таким образом восстанавливая то положение, при котором он заснул. Понятно? То есть если вы заснули под одеялом на подушке, то чаще всего вы всё-таки просыпаетесь под одеялом на подушке. Потому что в течение вот этой фазы, она не очень длится много, но вы восстанавливаете те условия, при которых заснули. И понимаете, то есть если ребёнок заснул под боком у мамы в родительской кровати, а потом был переложен в другую кровать, в свою, то он скорее всего проснётся в эту вот переходную фазу и как бы попробует восстановить те события, которые были. То есть он физически встанет и пойдёт к маме под бок, потому что он там заснул. Потому что у него нет опыта засыпать самостоятельно, потому что у нас как бы, если вы просыпаетесь, например, ночью, вы думаете, так-так, мне нужно как бы лечь, расслабиться, ну не знаю, вдох-выдох, и у кого какая там, какой способ засыпания. То есть у вас, грубо говоря, есть опыт, а что мне делать, если я проснулся? Если я проснулся, мне надо вот продолжать лежать, да ведь, для того, чтобы дальше заснуть. У ребёнка, если он засыпает при особых условиях, как я вот говорила немного выше, да, у него возникает та самая потребность, когда ему нужно эти условия восстановить. Если он заснул с игрушкой, проснулся без, он может начать звать родителей, чтобы они помогли ему эту игрушку найти. В какое время промежуточная фаза обычно? Обычно вообще фаза, длительность фаз, обычно это где-то приблизительно полтора часа, час-полтора, и между ними может произойти промежуток. То есть если ребёнок, например, заснул, он может вам через полтора часа прибежать уже. Вот. Такая история. То есть интересный момент, что появляется. Это, кстати говоря, длина фаз индивидуальная, надо сказать. А как перейти засыпание с коляски в кровать? Ребёнка 2,4 засыпает при выкачивании. Хорошо. Чуть-чуть позже отвечу на этот вопрос. Я надеюсь, что он не сильно перелеснётся. Итак. И суть в том, что, соответственно, это приблизительно так же, если бы, к примеру, вы заснули в кровати, и тут посреди ночи вы просыпаетесь, а вы на полу. Вы, естественно, пойдёте обратно в кровать. То есть здесь такая история. Получается, что встаёт вопрос в таком случае о том, как ребёнок засыпает, насколько самостоятельно он засыпает. Получается ли у него самостоятельно заснуть? По поводу возраста. Это третий аспект, наверное. То есть я с первой говорила про то, что состояние здоровья. Второй момент – это исследование с точки зрения поведения, сна. И третий момент – это то, что мы смотрим на возраст ребёнка и на его взаимоотношения с родителями. Это важный момент, который нужно учитывать. В возрасте, я бы сказала так, что я бы не стала учить ребёнка самостоятельному засыпанию раньше трёх лет. Это важно. Ребёнок в 2,4, если засыпает при укачивании, я бы вам рекомендовала снижать уровень этих укачиваний. Не знаю, засыпает. Не нужно ли его потом подкачивать? Это вот вопрос, да, такой. В 2,4 – это достаточно маленький ребёнок. Достаточно сложно будет прям сразу уйти от этих укачиваний. Но первое, что бы я рекомендовала вам делать, это качать и переставать качать, когда ребёнок, вы видите, что он закрывает глаза и уже вот-вот-вот. Вы должны в этот момент делать укачивание меньше, чтобы в момент самого засыпания интенсивность этих укачиваний была как можно ниже или вообще их не было. То есть для того, чтобы у ребёнка разбить эту ассоциацию, что я засыпаю при вот таком вот, как сказать, при укачивании, да, ну при движении. Вот. Это постепенная работа. Я бы вот, знаете, при таком возрасте, в 2,4, я бы взяла, например, для себя где-то 3 месяца на то, чтобы постепенно уйти от этих укачиваний. И за дня в день вы будете просто работать над этим и, соответственно, придёте к тому, что ребёнок у вас засыпает без укачивания. «Ребёнку 4 года раз спит со мной, как перейти самостоятельно на засыпание?» 4 года подходящий возраст для того, чтобы перейти к тому, чтобы учить ребёнка засыпать самостоятельно. Вот. Кстати говоря, по поводу более такой подробный у нас есть, кстати говоря, вебинар на нашем сайте, можно посмотреть. В разделе точно должен быть вебинаров. Там где-то около 2 часов я посвящаю этой теме. Можно взять такую дополнительную у нас консультацию по поводу приучения к самостоятельному засыпанию. Есть также статьи в сайте фонд «Выход», если тоже хочется дополнительно почитать по поводу самостоятельного засыпания. Здесь будет очень сильно зависеть от того, насколько родители готовы к тому, чтобы обучать ребёнка. Самостоятельно засыпать обычно проходит это, как и любое изменение условий, обычно проходит это через какой-то некоторый всплеск. То есть это бывает, что связано с тем, что ребёнок может вообще не спать, или, например, плакать, или ещё что-то. То есть это нужно быть скорее, чаще всего обучение самостоятельно засыпать у себя в кровати может быть трудно чисто психологически родителю. Поэтому, если, когда родители обращаются с этим вопросом, я всегда спрашиваю, а вы готовы к тому, чтобы отделиться? Готов ли родитель к тому, что его ребёнок будет спать один? Нет ли таких подспудных у мамы переживаний о том, как же он там один, ему не страшно ли там и так далее? Если такого плана есть вопросы, которые могут потенциально препятствовать или саботировать процесс попучения, то вначале, конечно, я предлагаю родителям разобраться с этими переживаниями, прежде чем начать. Почему я акцентирую на этом вопросе? Внимание. Потому что если вы начнёте работать со сном, начнёте приучать ребёнка к самостоятельному засыпанию, но это станет, например, слишком психологически трудно, то вероятность того, что вы вернёте, например, ребёнка опять спать с собой рядом, ну, скажете, ладно, нет, невозможно, вообще это очень тяжело, то вернёте к себе вероятность того, что его поведение, например, закрепится, плакать, звать из комнаты, надолго высокая. То есть если вы решаете начинать, начинайте и делайте до конца. Вообще обычно для того, чтобы приучить самостоятельному засыпанию ребёнка, обычно проходит не очень много времени. То есть это может быть одна неделя или две недели для того, чтобы его более-менее наладить. его самостоятельное засыпание, при том, что остальная гигиена сна в порядке. Если есть хороший ритуал сна, если посчитано время, когда засыпает, когда просыпается, если нет того, что, к примеру, очень мало спит ночью и досыпает днём, тогда сначала надо с этой проблемой разобраться, дать переместить этот сон всё-таки на ночное время и так далее. Можно ли ставить кровать ребёнка в комнате родителей? Да, можно. В чём сомнения? Напишите, если у вас есть по этому поводу сомнения. Так, да, можно. Конечно. При переходе к самостоятельному засыпанию. А, поняла. Да, можно и так. Если вам чисто психологически так проще, пожалуйста. С момента укладывания кровать до момента засыпания проходит от 40 до 60 минут. Ребёнок 4,9, спит в своей комнате. Можно ли применять, сократить время засыпания? Да, можно. Вы, вам нужно найти время, когда ребёнок реально засыпает, как я уже говорила в начале. Вам нужно найти время, в которое он реально засыпает и укладывать его за 15 минут до реального засыпания, а не до того, как вы его в кровать помещаете. Понимаете? Приучить его засыпать быстро, а потом двигать, например, по интервалу, например, 15 минут, чуть-чуть раньше и чуть-чуть раньше встал. Если я ответила на вопрос, то напишите. Окей. Про самостоятельное засыпание. Здесь самый, на самом деле, простой такой способ сделать это таким образом. Сначала точно, абсолютно в семье определиться, что вы готовы к этому. Выбрать место. Где будет ребёнок засыпать самостоятельно? В своей кровати, рядом с вами, в вашей комнате, в своей комнате. То есть лучше всего сразу определиться. Не пытаться сначала начать в своей, например, комнате, потом с далёкой перспективой, что вы будете эту кровать двигать до его комнаты. Но начните с чего-то более определённого, понятного. Суть в том, что произойдёт это определительно так. Вы поисследуете время, когда ребёнок реально засыпает и будете укладывать его к этому времени. Не к тому, которое бы хотелось. Как я уже говорила, выбирайте одну задачу за один раз. И вам задача будет такая. Сделать чёткий ритуал сна, поработать над этим. После чего нужно понять, в какое время засыпает ребёнок. Исключить сахар, устроить более тёмное время суток. Понять, что действительно ребёнка расслабляет. К примеру, бывает, я думаю, что многие родители, конечно же, знают про это. Бывает, что ванна, наоборот, возбуждает ребёнка, он потом не знает, наоборот, такой бодренький бегает. Если ребёнок, например, засыпает в 11 чаще всего, то к 11 мы будем его выкладывать в постель. Для того, чтобы увеличить шансы на успех, для того, чтобы ему помочь быстрее заснуть и получить вот этот чудесный опыт засыпания без дополнительных ваших усилий. И суть в том, что вы постарайтесь физически ещё как-то нагрузить за день ребёнка, чтобы он был уставший и готовый засыпать. Соответственно, вы укладываете ребёнка в постель, секунду, минуту сидите с ним, говорите, засыпай, спокойного сна, и отходите. Здесь, может быть, выглядеть по-разному этот отход. Вы можете выйти вообще за пределы комнаты или, например, можете сесть так, чтобы у изголовья ребёнка, но дальше от него. Тут будет очень сильно зависеть от того, насколько вам сложно будет или несложно справиться с тем, что будет дальше. Ведь многие родители мне напишут сейчас, я думаю, уже пишут, что, боже мой, мой ребёнок будет плакать. Так вот, задача не выйти насовсем вообще и переждать этот момент всплеска, да. А задача такая, чтобы вы вышли буквально на какое-то время, когда ещё ребёнок не расстроился окончательно, и вернулись. Поправили, меньше минуты провели с ребёнком, погладили, вышли. Вернулись и так далее. Вплоть до засыпания. Может быть такая ситуация, что в первый раз он не заснёт, а сразу соскучит и будет укладывать. Вы его укладываете, говорите, теперь спи, и отходите. Если вообще нет возможности отойти, то, например, садитесь рядом, придерживаете, если успокаивается, расслабляется, отходите. Конечно, это не дело, я вам так могу сказать, что, конечно же, при учении к самостоятельному засыпанию переживает всплеск. Всегда, всегда, всегда появляются трудности. То есть больше, вот бегать, плакать, звать и всё проще, это может произойти. Наша с вами задача не доводить до крайности. Нам не нужно, чтобы ребёнок от изнеможения заснул. Это не нужно, это неверный подход совершенно, не нужно, чтобы он страдал. Начинает радостно гулять по комнате. Берите меньший интервал, укладывайте, говорите, теперь спи. Всё, теперь спи. То есть всё должно произойти, скажем так, с любовью и с пониманием. То есть ни в коем случае мы не должны там представлять, как тираны. Это будет психологически вам трудно, и ребёнку это не нужно. Соответственно, если сильно скачет, то остаётесь на минутку, буквально укладываете, придерживаете, говорите, ну давай, засыпай, всё. Уходите, возвращаетесь, уходите и так далее. Что делать, если за 15 минут ребёнок не заснул? Самый главный противник сна, другой гормон, который называется кортизол, гормон стресса, он такой, он выводится приблизительно час. Вот такая может произойти история. То, что вы, например, ребёнку начинаете укладывать в других условиях, это может вызвать такое и может появиться тот самый кортизол, как реакция на то, что условия изменились, что что происходит, ребёнок может сильно оживиться. И я могу сказать, что вы можете, конечно же, действия вот этого кортизола хорошо проследить по детям, когда вы, например, не знаю, обычно ребёнок укладывается, к примеру, в 10, но тут по какой-то причине он не уложился и скачет, бегает на ушах, как бы, в общем, вот, и уже час бегает на ушах, уже полтора часа. Это вот действие кортизола, то есть пока на самом деле он не выветрится, мелатонин вот этот не придёт. То есть они вот антагонисты, то есть они не могут вместе существовать в одном организме. Соответственно, ну, нужно ждать, пока он сойдёт на нет. То есть тут ничего не поделаешь. И бывает в этом случае применяется такой метод, когда мы говорим, понятно, не спишь? Окей. Давай тогда не спать ещё час. Мы даём ребёнку ничего приятного в этот момент не должно происходить. Не должны быть мультики, клёвая книжка, общение с мамой, уродовой поиграем, а как классно мы сидим вместе в обнимку и так далее. Вы занимаетесь какое-то своё дело, ребёнок занимается каким-то своим делом. Тихим, спокойным. То есть не должно сработать так, что ребёнку будет более выгодно не спать, чем спать. То есть это не должно быть весело, интересно, прикольно, так здорово, мы так полуночнищем с тобой и так далее. Соответственно, через час вы повторяете то же самое. Вот такая история. Но более подробные какие-то планы, да, то есть я сейчас вам предлагаю один из способов, который может сработать. Более подробно, конечно, это при консультации. Это как-то при разборе индивидуально, да, сейчас общее. Всё-таки прямой эфир, а не прямая инструкция. Ни в коем случае. Вот. Такая же история может быть с ночными просыпаниями, которые связаны с тем, что ребёнок, например, начинает играть или начинает как-то скакать и так далее. Но помимо того, что нужно исключить то, что у него есть проблемы, определенные со здоровьем, которые ему способствуют тому, что он просыпается ночью, это может быть подкреплено тем, что он, например, просыпается, но условно для того, чтобы пообщаться с родителем, да, то есть, бывает так, что, к примеру, мне родитель, один из, обратившийся за этой консультацией, он спрашивает, мой ребёнок просыпается где-то ночью, и мы с ним садимся и тихонько играем в течение часа. Так вот, это происходит изо дня в день, и там достаточно стабильное количество часов, которые спит ребёнок. Соответственно, я бы сказала, конкретно каких-то таких вот именно нарушений сна, что зачем бы ему было бы просыпаться ночью, у него нет, у него есть просто потребность в общении с мамой. Так вот, это общение нужно свести к нулю. Самый лучший способ это спать самому. спать самому и всячески подвигать к этому ребёнка. Если он, собственно говоря, заснул в своей кровати и идёт к вам, то вы его разворачиваете и по такой же схеме, как я описывала ранее, укладываете. Вот такая история. Что ещё? У нас уже прошло 40 минут, я поэтому сейчас смотрю вопросы, которые мне оставили в Инстаграм, первый вопрос был сохранится ли видео. Я очень надеюсь, что всё в порядке. А сейчас время для вопросов, задайте, пожалуйста, вопросы, я постараюсь отвечать. Как отучить от сна с родителями? Я надеюсь, что я в течение эфира про это рассказала. Может проснуться ночью и плакать возраст 2,7? Вот это интересный достаточно вопрос, на мой взгляд. Здесь могут быть разные аспекты. К сожалению, так я имею дело только с той информацией, которая написана. Я ничего не знаю про те обстоятельства, которые есть, но мне хочется сказать про одно обстоятельство, которое может в том числе способствовать тому, что ребёнок просыпается часто, особенно такой маленький в 2,7. Просыпается ночью и плачет, например. Такая бывает ситуация, если день прошёл тревожно, волнительно, новые места, новые люди, куда-то сходил к врачу и так далее. Вот малыши до трёх лет очень сильно реагируют на то, как прошёл день, насколько он был такой беспокойный. Понимаете, когда этого кортизола, того самого нашего нелюбимого, много, то ночью может ребёнок просыпаться много. Ещё один я хочу момент обратить внимание на то, что на самом деле до определённого возраста, до трёх, где-то, четырёх лет, сон ребёнка это не то, что мы ожидаем, да ведь, это не то, что стабильно изо дня в день ребёнок спит по 10 часов, там по 12, да, если он совсем маленький, и это прям стабильное количество сна. Эти ожидания могут в том числе немножечко смущать, в общем, смущать родителя. Всё-таки сон только устаканивается, он только научается ребёнок регулировать свой сон и бодрствование, поэтому ожидание того, что он будет стабильно-стабильно всё время спать, я бы сказала, это сверхожидание. Поэтому, если он, этот ребёнок, которому 2,7 из-за вопроса, если он просыпается ночью и плачет, и это, например, один раз там в две недели, то я бы обратила внимание просто на то, что какие были предшествующие события. Если это каждую ночь, то это повод для более глубокого разбора. Сейчас я смотрю, какие вопросы? Сейчас, секундочку. Насколько помогает засыпанию перед сном смотреть в окно? Ребёнок много раз походит к окну. Стоит ли оставлять это в ритуале? В ритуале вы можете оставить всё, что укладывается в 30 минут в определённое стабильное время. Много раз ходит к окну. если много раз и это не выбивает вас, не выливается в более длительное время ритуала, то сделайте это вашей индивидуальной фишкой какой-то. Почему бы и нет? Здесь скорее проблема может быть в том, что ребёнок может ходить, 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 и это ни конца, ни края. А эфир только про засыпание. А про что вы хотите ещё? Мы про засыпание поговорили, мы поговорили про здоровые привычки, про ритуал, про время, про пробуждение ночное. Какие у вас вопросы, вы задайте более конкретные, а то я не очень понимаю, про что сейчас вопрос, потому что мне кажется, что мы намного больше тем обсудили, чем просто про засыпание. Так, читаю следующий вопрос отсюда. ребёнок может продолжительное время просыпаться каждую ночь и не спать, просыпается, кричит или хныкает, а может просто просыпаться в 3 часа ночи и не спать, прыгать по кровати. Ребёнку 4. Есть проблемы с туалетом. Я думала, что возможно беспокоит животик, но нет уверенности. Если у вас есть беспокойство относительно здоровья, вам нужно обратиться к гастроэнтерологу, который вам скажет, есть ли эти проблемы. Это первое, с чего бы я начала работать, и если бы вы обратились за консультацией, я бы точно абсолютно вам сказала, пожалуйста, если у вас есть сомнения относительно того, что есть у ребёнка проблемы со здоровьем, пожалуйста, сначала с ними, а потом с остальными вещами. Однако, я могу сказать, конечно же, если у вас есть сложности с ритуалом сна, со временем засыпания, вы можете уже сейчас начать подготовительную работу, даже когда ещё пока не сходили к врачу. Это никому не повредит, гигиена сна никому ещё не повредила, абсолютно. Однако, рассчитывать на то, что она сработает сто процентов, когда у ребёнка есть проблемы со здоровьем, невозможно, к сожалению. Хорошо. Так, на вопросы, которые были здесь записаны, я ответила. А есть ли ещё вопросы? Отдельно, кстати говоря, я хочу сказать, что я читала такие, скажем, рекомендации американского сообщества о неврологии, там в том числе есть рекомендации относительно здоровья, то, что нужно сначала его проверить, потом наладить сон как поведение, как я сегодня говорила. И также, например, там описывается то, что не следует рассчитывать на то, что есть эффект от одеял с утяжелением и прочим-прочим, кому-то они помогают, но вообще-то достоверных исследований относительно того, что могут использоваться утяжеляющие всякие одеяла в качестве наложения сна, достоверных исследований таких нет. Поэтому, в общем-то, я могу сказать, что если врач рекомендует это, то нужно иметь в виду, что, в принципе, конкретного подтверждения такого нет. Читаем. Ребенку 10 лет очень сложно уходит из школы. 30-40 минут уходит на уговоры. О, так, можно ли это изменить и сократить это время? Я думаю, что можно это изменить и сократить уговоры, просто сегодняшний эфир, как и заявлялось, он все-таки теме сна. И я бы хотела немножко в этих рамках остаться. То, что вы описываете, я могу сказать, что в нашем центре специалисты занимаются коррекцией поведения. И для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне бы нужно было бы несколько раз наблюдать за этим поведением и смотреть, что поддерживает это поведение, зачем оно нужно ребенку, и, соответственно, сделать выводы и написать уже тогда план. То есть, честно вам скажу, в прямом эфире я совершенно не готова вам дать рецепт, как помочь ребенку сделать сборы из школы короче. Это нужно непосредственно на участие специалиста в разработке такой программы. Но вообще теоретически можно. Да, так, да, как раз много раз ходит к окну и когда был последний раз ребенок уже не ходит, то все равно не спит. Потом через больше часа снова просит пойти к окну и только после этого засыпает. Я бы, наверное, вам так ответила. Дело в том, что здесь не очень понятно. Вы говорите, через час он засыпает. Так вот, я бы вам предложила сначала поисследовать все-таки время, стабильно, в какое время он засыпает. Потому что вероятность того, что вы укладываете его и раньше и он не спит и, ну, вы знаете, как сказать, вот когда вы не спите, если вы раньше легли, чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? То есть, что вы там, что вы делаете? Вы, например, лежите и думаете, например, да? И, в общем-то, вот ваша деятельность какая-то. А у ребенка, чем он занимает себя, когда просто лежит и заснуть, как бы, знаете, сна не в одном глазу? Чем я должен заниматься? Может быть, он это время тратит на то, что ходит. И, соответственно, я бы предложила все-таки начать с того, когда ребенок засыпает. Есть ли у него время, когда он засыпает? Может быть, он попадает в кровать раньше. Потому что вы пишете, что он через час, больше часа снова подходит к окну и засыпает. Может быть, это не про окна, а про время укладывания. Ага, все, я ответила на вопрос. Есть ли еще вопросы? Ответила ли я вам про подходы к окну? Если да, то напишите, пожалуйста. Потому что мы будем, наверное, уже завершать. У меня самый длинный эфир, наверное, который я проводила. Получился. Хорошо. Если будут еще вопросы какие-то, пожалуйста, напишите. Есть в Facebook, есть Instagram. Я дополню. Прямой эфир я сохраню. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо вам большое за внимание. Было очень приятно. До встречи. Всего доброго.